друзья привет добро пожаловать на кухне умелой хозяйки сегодня старинная украинская кухня рецепт еще моей бабушки так готовили давно так делаем мы сейчас это очень вкусная сытная недорогое в приготовлении блюда которое можно подать в качестве второго блюда а также и на десерт все подробности расскажу и покажу в этом видео в описании найдете все количество ингредиентов а также ссылку на телеграм-канал в миску вбиваю одно яйцо добавляю сметану соль и вливаю молоко комнатной температуры все это нужно просто перемешать венчиком далее муку соединяю с содой и просеиваем в миску будут замешивать мягкое тесто сначала делаю это венчиком затем руками соединяю тесто в один комок и вымешиваю примерно 35 минут постепенно добавляю муку ориентируясь на свои ощущения тесто должно быть мягким и не забитым но при этом она не прилипает к рукам муки ни в коем случае не пересыпайте тесто накрываю пищевой пленкой оставляю примерно минут на 20 отдохнуть сегодня у меня бутсы ки будут не сладкие для них я поджариваю мелко нарезанный лук на растительном масле и параллельно ставлю воду для того чтобы она закипела прошло примерно 20 минут припыляю рабочую поверхность мукой тесто делю на две части чтобы удобно было с ним работать одну часть пока убирают под пищевую пленку а вторую раскатываю в тонкий пласт толщина примерно 2-3 миллиметра можно бутсы ки готовить из тонкого теста и тогда они будут такие прям нежные тонюсенькие а кто-то любит попышнее тогда раскатывайте тесто толщиной примерно 5-6 миллиметров а далее его нужно разрезать на квадратики со стороной приблизительно 3-4 сантиметра если делаете это на силиконовом коврике то очень аккуратно потому что один я уже порезала лучше делать это пластмассовым ножом формовка очень простая просто соединяем противоположные уголки и получаются у нас такие конвертики можно также бутски формовать бантиками трубочками но это уже более замысловато вот самый простой рецепт формовки сразу все я их сделала подготовила вода у меня закипела туда добавляю соль и немножко растительного масла примерно столовую ложку далее половину бутсиков я выложила в кипящую воду от момента закипания варятся они две-три минуты не переварите потому что будут расползаться и будет не не так вкусно выкладываем бутски в миску и поливаем поджаренным луком него я зажарила до такого карамельного состояния чтобы не просто он был прозрачным а слегка коричневым поливаю бутски луком и далее варю вторую порцию из этого количества продуктов получается такая большая миска достаточно можно накормить семью из шести человек далее бутски достаём из воды и точно так же смазываем маслом с луком а еще их можно после варки обжарить на сливочном масле и будет еще вкуснее конечно образуется такая хрустящая вкусная корочка но это так уже знаете когда у меня есть время то можно приготовить еще и так а по-быстрому то вот такое блюдо очень вкусное сытное недорогое и нравится практически всем я не знаю человека которому бы не нравилось это блюдо а еще также можно его подать и как десерт например не смазавший луком а поливший просто медом или заливкой со сметаны и сахара тоже очень вкусно бесподобно готовьте друзья надеюсь этот рецепт был вам полезен если так подписывайтесь на канал также на телеграм-канал желаю вам мира и добра всем пока